Мандарины – не главное. Рассказы к Новому году и Рождеству. Сборник. Вместо вступления. Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Канун Нового года и Рождества. У кого-то исполняются желания, кто-то сам исполняет чужие желания. Обо всех этих разнообразных чудесах и рассказывают истории, собранные в этой книге. Субтитры создавал DimaTorzok Жанар Кусаинова. История про Новый год. Это было очень-очень давно. Я училась на журфаке. Я была такая маленькая студенточка. Лохматые волосы, драные джинсы, серый свитер. На курсе меня называли Мурзилкой, потому что я печаталась в детских изданиях. Так вот. У меня была несчастная любовь. Мальчик с исторического, Алишар. Он играл со мной в известную игру «Стой там, иди сюда». То есть «люблю, не люблю, не люблю, люблю. Нужна, не нужна, не нужна, нужна». И так далее. И вот после того, как он в пятый раз ушел от меня навсегда, он вдруг появился и прислал сообщение на пейджер. «Ты прости меня. Я понял, насколько ты мне нужна. Я люблю тебя. А давай вместе отпразднуем Новый год». И я поверила. А как могла не поверить? Меня ведь качало от одного звучания его имени. Мне он грезился в каждом силуэте, мелькнувшем вдали. «Итак, я бросила гостей. Я поссорилась с друзьями. Ты чокнутая. Ты себя не уважаешь. Ты ненормальная. Ну и катись. Только потом не приходи, не ной». Я помчалась к нему. Нет, не так. Я помчалась к нему. Я бежала, не разбирая дороги. Я забыла шапку и шарф. И снег, ветер нахлёстом в лицо. А я даже не застегнула куртку. Я бегу. Такое счастье. Он ведь опять меня любит. И всё равно, сколько это продлится. Главное, то, что есть сейчас. И солнце снова горячими капельками разливается в моей крови. А время на часах уже десять вечера. И вот я уже в его подъезде. Я уже в лифте. Лечу вверх к нему. И вдруг лифт застревает. Просто намертво. А уже праздник в самом разгаре. Я слышу, как все веселятся. А на мой пейджер пришло его сообщение. «Можешь не торопиться. Я передумал. Я от тебя ухожу. Ты меня достала. Пошла вон». И тут я заревела белугой. «Вот ведь чёрт». В лифт постучали. Голос пожилого человека спросил. «Вы плачете? Вам плохо? Что случилось?» «Лифт застрял. И мне не вырваться. А ещё меня бросил самый любимый человек». «Что ж, бывает. Но всё ещё образуется, поверьте. А пока пойду попробую позвонить диспетчерам». «Спасибо». Через некоторое время. Тот же голос. «Там никто не берёт трубку. Это понятно, ведь Новый год». «Ничего страшного. Спасибо за помощь». «Это понятно. Но что же делать? Неужели вы так и будете здесь сидеть?» «А куда мне деваться?» «Ну да, ну да. Я сейчас вернусь». Он принёс стул и тарелки оркестровые. «Я всегда мечтал быть музыкантом, играть на рояле, но умею только на тарелках». Старик играл для меня на тарелках, пел «В лесу родилась ёлочка». «Простите, барышня, а вы любите поэзию?» «Да. Например, Маяковского, Алжаса Сулейманова, Блока и Рэмбо. А Вертинского? Кто это? Вы не знаете? Неужели не слышали никогда?» «Нет. Я сейчас». Через некоторое время у моего лифта зазвучала пластинка. Я впервые услышала Вертинского, и Козловского, и многих других. До утра этот человек был со мной. Он говорил, он утешал меня, рассказывал о своей жизни. Мой отец был врагом народа. Моя мама, чтобы спасти меня, быстренько с ним развелась и от него отказалась. Он сам её заставил это сделать. Сказал, что главное — спасти сына. Мы бежали в Казахстан. Мама правильно всё рассчитала. Там, где полно репрессированных, вряд ли будут искать. А уже началась война. Я отстал от неё на вокзале в Алма-Ате. Искать не решился. Помнил папины слова. «Главное — выжить. Прятаться, но выжить. Найдёмся потом, когда всё это кончится». Меня забрали в милицию. Там сидела какая-то пожилая женщина-казашка. Она хорошо говорила на русском. Очень стеснялась меня допрашивать, но больше некому. Все мужчины ушли на фронт. Она сказала, что она пианистка. Когда-то училась в консерватории, кажется, в Москве. Но теперь такое время не до музыки. У неё был огромный флюс, болел зуб. На щеке старенький платок повязан. Она очень смущалась. Роб косовала мне сухари, просила, чтобы поел. Там было много детей. Кто-то из них просто потерялся, ревел, а подростки бежали на фронт. Их ловили, а они снова бежали. Я назвал чужую фамилию, чужое имя. Она оформила на меня какие-то бумажки, и я оказался в детском доме. А потом я сбежал и оттуда. Познакомился с Кречетом. Был такой знаменитый вор-карманник. Просто виртуоз. Он меня учил, что публику надо уважать. Уважать? Конечно. Теперь-то нынешние этого не умеют. Рвут, режут, почем зря куртки и сумки. Вырывают из рук, портят вещи. А Кречет учил, что если вынул кошелек, то закрой за собой сумочку. Нашел документы? Подбрось в почтовый ящик. Не воруй у инвалидов, детей, беременных, стариков, у нищих. У него была целая школа. Да он просто Рубин Гуд. Напрасно иронизируете, милая девушка. Он был профессионал, мастер. Простите меня. Ничего-ничего. Просто теперь не очень-то принято уважать мастеров. Менеджеров много, мастеров нет. А как вас зовут? Александр. А как называла вас мама? Аристарх. Но меня давно никто так не называл. А можно мне? Да. Мы с Аристархом слушали музыку, разговаривали. Это было очень здорово. А потом, когда пробило двенадцать, он принес какую-то швабру, чуть-чуть раздвинул двери лифта и в образовавшуюся щель просунул мне соломинку, чтобы я через нее выпила шампанское. Я глянула на моего спасителя. Это был пожилой человек. Нарядно одетый, черный пиджак, сорочка, шляпа и галстук. Все с иголочки. Ух ты! Вы так здорово выглядите! Спасибо. Все-таки я ведь к девушке иду. Но ведь это не свидание. Ну и что? Кречет учил. Уважайте публику. Я иду к девушке. Я ее уважаю. Значит, и выглядеть должен соответственно. Спасибо. Да не за что. Я у вас столько времени отняла. Ну, во-первых, я потратил его с удовольствием. А во-вторых, если бы мне было с кем еще его тратить... Не с кем. Я один остался в Новый год. Так бывает. Аристарху все-таки удалось вытащить меня из плена. Все-таки воровской опыт не прошел даром. А вы всю жизнь были вором? Нет. Только в юности. А так я часовщик. И антиквар. Больше всего я люблю часы. Мне нравится, что тиканье в часах похоже на то, как стучит сердце у человека. Тик-так. Тик-так. Если разрешите, я хотел бы пригласить вас к себе. Не бойтесь. Мы просто выпьем чаю. В подъезде холодно. Я бы не хотел, чтобы вы простудились. И мы пошли к нему. Это была чудесная квартира. Множество картин, удивительных часов, патефонов и музыкальных шкатулок, древних фотоаппаратов, книг и разного рода редкостей. Это был просто праздник. Я услышала миллион чудесных историй про войну и любовь, про раненых солдат, про кречета и других знаменитых воров, про послевоенную Алма-Ату и другое. Мы пили чай из старинных фарфоровых китайских чашечек. Аристарх показал мне настоящую чайную церемонию, которую его научили китайцы, бежавшие от культурной революции. Он разрешил мне померить одежду двадцатых, тридцатых, сороковых годов, шляпки и платья, туфельки. Все эти сокровища из его невероятной коллекции. Я стояла за ширмой, сделанной из самого настоящего шелка, расписанного вручную. Я чувствовала себя самой красивой на земле, лучше, чем Мэрилин Монро, точно. Это все было настолько сказочно, что я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю ту ночь и то утро. А тем временем мне на пейджер опять пришло сообщение. «Какой я был дурак! Приезжай ко мне срочно! Давай опять будем вместе!» Но я никуда не поехала. Мы с Аристархом взяли молоток и разбили мой прекрасный пейджер на куски. И это было счастье. А потом мы немного дружили с Аристархом. И это было самое лучшее время в моей студенческой жизни. Но однажды, приехав к нему опять, я увидела, что его волшебной старинной двери с огромным замком нет. А на ее месте какое-то металлическое плоское уродство. Позвонила. Через дверь мне ответил женский голос, что такой-то здесь больше не живет. «Кто я?» «Я его внучка. Я его наследница. А ты кто?» И действительно, кто я? Я засмущалась и сказала, что я никто. И убежала. Больше я никогда не видела этого человека, но часто про него вспоминаю. Спасибо вам за все, Аристарх. Вы были чудесны. Наталья Волнистая. О случайностях и закономерностях. Для новогоднего корпоратива подготовили капустник на производственную тему. Генеральный изображал бобра строителя. Финдиректор запасливую белочку. Юристу Ивановой достался лесник, как олицетворение всех и всяческих надзоров. Ужасно глупо, но после трех рюмок очень смешно и бешеный успех. Вся в аплодисментах и комплиментах. Иванова побежала переодеться. В темном коридоре ошиблась дверью и влетела к экономистам. Где обнаружила Сидорова инфлагранте с Фифой из планового отдела. Сидоров промямлил что-то неразборчивое, а Фифа глянула на Иванову победительно. Еще и хихикнула мерзавка. Иванова развернулась и ушла, как была, в ватнике и с накладными усами. Таксист нервно оглядывался и бубнил под нос про то, что извращенцев развелось. Плюнуть некуда. Брезгливо отсчитал сдачу и даже от чаевых отказался. На следующий день Сидоров подошел, как ни в чем не бывало, сказал, «Ксения, я все объясню». И объяснил. И добавил. «Ну что, Новый год на даче?» «Почему?» «Я же объяснил». «Знаешь, Ксения, тяжело разговаривать с человеком, который тебе не верит». «В смысле, мне не верит». «Не ожидал». И оскорбленно удалился в сторону планового отдела. Днем 31-го позвонила взволнованная мама. «Ксюша, Петровне в магазине сказали, в вашем районе завелся маньяк. Подкарауливает женщин, грабит. Раз маньяк, то не только грабит». Петровна приметы записала. «Слушай, куртка темная, высокий. Папа говорит, пусть твой Вадим собаку выгулеет. Сама не ходи». «Мама», — сказала Иванова, «моего Вадима уже нет». «И слава Богу!» — выпалила мама, неодобрявшая Сидорова. Помолчала и добавила. «Вот увидишь, Ксюша, она и к лучшему. Погоди, а Новый год ты с кем встречать будешь? С подругой? С Верочкой, что ли? Может, к нам приедешь? Папа бы и с собакой погулял. Ксюша, не переживай, таких Сидоровых. В базарный день пучок на пятачок. Что из-за них расстраиваться? Не на что пенять. Каков базар, таков и выбор. Но полтора года в песок. За полтора года и к хомяку привяжешься. А тут человек, хотя и Сидоров». К подруге Верочке Иванова не поехала. Наплела что-то про простуду, мол, боится заразить Верочкиных близняшек. Вечером Тирион принес в зубах поводок, ткнулся мордой. «Пора, пора». Иванова постояла в прихожей перед зеркалом, нашла седой волос в челке и подумала, что мир разделен очень неровно. С одной стороны счастье, а с другой она сама. Ее тридцать лет и старость не за горами. Сплошь Сидоровы да мокрый снег с дождем вперемешку. Хотела и заплакать, но не заплакалась. В куртке заклинила молнию, дубленку по такой погоде жаль, и Иванова надела неубранный в кладовку папин офицерский ватник. Выглянула в окно, горел только дальний фонарь. Она еще подумала и решительно приклеила усы. «Обломись, маньяк!» Хорошо в подъезде никто не встретился. Шли мимо школьного стадиона, как вдруг перед ними из ниоткуда выросла высокая тень и хрипло спросила. «Мужик, закурить есть?» Иванова и не подозревала, сколько мыслей может пронестись в одно краткое мгновение. Но пока мозг переваривал пронесшееся, подсознание сработало, и устами Иванова и выкрикнула. «Взять его! Тирион, фас! Куси, фас!» Тирион взлаял и радостно заскакал вокруг тени, пытаясь на данный момент лизнуть ее хоть куда, а в перспективе подружиться. «Мужик, ты что, рехнулся?» «Тихо, пес, тихо! Хороший песик! Это хозяин у тебя ненормальный!» Сказала тень. Посветила телефоном и заржала. А отсмеявшись сказала. «Девушка, у вас ус отклеился. Никак примиряетесь к смене пола? Тренируетесь?» Сознание вопило. «Дура, дура!» А бодрое подсознание выпалило. «Это от маньяков!» «Сильный ход!» Сказала тень. «Жаль, я не маньяк. Опробовали бы и метод. Вот что. Давайте-ка я вас провожу, пока вы кого-нибудь до смерти не напугали. Все равно в магазин. Сигареты кончились. Кстати, почему Тирион?» Иванова сказала. «На улице за мной увязался, хромой, безобразный. Думал и не вырастет. А он вымахал в громадину. Добрый, но бестолковый. Да, — сказал несостоявшийся маньяк. «Следовало бы назвать Ходором. Усы снимите. Мало ли что люди подумают». В квартире горел свет. «Ксюша», — сказала мама, «почему не предупредила, что простудилась? Что дома останешься? Мы от Верочки узнали. А Петровна не дослышала, напутала. И не у вас, и не маньяк. Мы с папой тебе не дозвонились. Я так перенервничал. А вдруг, мало ли что, решили сами посмотреть, убедиться. Ксюша, что за солдафонский вид? «Тетеря глухая твоя, Петровна, курица заполошная. Меньше бы ты ее слушала», — сказал папа. «А вы кто такой?» «Кажется, я — судьба вашей дочери». Увидел ее с усами и сразу понял. «Судьба», — сказал маньяк. «Так бывает. Я читал». «Бывает», — сказал папа. И чмокнул маму в лоб. «По себе знаю, бывает. Да, Маруся? Стоп. Про усы не понял. Что за усы?» «Ой, да ладно тебе глупости говорить. Иди лучше лапы собаки вымой. Ксюша, немедленно сними этот ужас. Смотреть страшно», — сказала мама. «А мы как чувствовали. На всякий случай шампанское привезли. И рыбку, и курицу, и оливье. Что за Новый год без оливье? И пирог с брусникой». Только с одного бока подгорел чуток. Не доглядела. Переживала. Все из рук валилось. «Ну что вы застыли? Полчаса до курантов осталось. Поторапливайтесь!» Субтитры создавал DimaTorzok